Приветствую всех добрых и разумных людей на своем канале. Сегодня пятница. Что там за неделю у нас произошло? Все разумные люди прекрасно понимают, что путинская фашистская война проиграна. Проиграна. И в этом сомнений нет никаких. День за днем освобождаются территории, захваченные фашистами. И так будет дальше. Давайте немножко порассуждаем, поговорим о том, что же происходит на территории, что там делают и к чему это приведет. Начну, пожалуй, с новостей, которые подчеркивают и показывают, что такое жизнь и что такое люди. Во Львове хирурги провели операцию под ракетным и бомбовым ударом, без света, без электричества. Люди с большой буквы. Они спасали жизнь. Не ради рекордов в книге рекордов Диннесса, а просто потому, что они люди. Именно люди. А в это время фашисты радовались, что по мирным целям, по городам, по электростанциям наносятся ракетные удары. Там живут нелюди. А там, где живут нелюди, происходит следующее. Ну, допустим, в Карелии учительница заставила школьника просидеть весь урок лицом к стене. Ну, потому что у него на футболке американский флаг был. Вот это, видимо, нелюди. Ну, или вот следующая новость. Суд во Владимире по иску военной прокуратуры постановил заблокировать петицию против мобилизации, которую она брала в интернете, более 450 тысяч подписей. А скажите мне, когда-то суд что-то человеческое оставлял? Российский суд оставлял без своего внимания, конечно. Все хорошее нужно запретить. Прокуратура Швеции ведет расследование о взрывах на Северном потоке. Ну, помните, террористы какие-то совершили. Вот уже обнаружены остатки взрывчатого вещества. Ну, кто-то сомневается, кто этот террористический акт совершил. Причем, сами против себя и свои деньги потрачены были на этот Северный поток. Сейчас на территории разгоняется новая волна про новую мобилизацию. А просто сами себе не задаете вопрос, а куда делась армия, что пришлось мобилизовать 300 тысяч? Частично мобилизовать, так сказать. А куда теперь делись эти 300 тысяч, что опять нужно мобилизовать? Разум, логику включаете иногда хотя бы или нет? Продолжение следует... Вы еще не поняли, да, что происходит? Я сейчас вам объясню. В этой войне на стороне Украины правое дело не на 70%, не на 80%, не на 98%, а на все 100%. И это понимают все здравомыслящие люди в мире. Украина с помощью союзников с Запада видит всю российскую армию. Вот все скопления войск она видит. И химарсы по ним работают неделями. По штабам, по складам, по казармам. А потом Украина заходит и за несколько дней забирает обратно огромные территории. Освобождает. И так будет, пока вся территория Украины не будет освобождена. Россия противопоставить не может ничего. Ну, кроме как бомбежки мирных домов, ненаправленными ракетами. И даже попадание по ТЭЦ никак не решает проблемы России на фронте. За что воюет российская армия? Россияне, ну вы просто попытайтесь задуматься. За что гибнут ваши люди? Чтобы Вова Путин продолжал грабить Россию? Но россияне задумываться не хотят. Не привыкли они к этому делу. И вообще не привыкли спрашивать с власти за ее действия. Потому что власть у них всегда дана Богом. А не избрана людьми. Так ведь? Только вот хочется поинтересоваться. А каким же Богом дана власть? Когда во главе церкви стоит безбожник, кгбист, вор, коррупционер. Миллиардер. К сожалению, это население никак не хочет жить по законам человеческим. К великому сожалению. И поэтому получается зверство в буче. И это не случайность. Для России, для Союза, это закономерность. Так называемого узкого мира. Всюду и везде, где оказывается эта армия, происходят зверства, грабежи, убийства. Грозный был. Буча, Изюм, Херсон. А почему закрыты архивы на много лет? Да потому что эти зверства проходили и во время Второй мировой войны. До самого Берлина. Кроме подвигов, были и зверства. Причем зверства не только в сторону армии Гитлера. Но и зверства по отношению к своим же согражданам. Немножко горького юмора. Помните, как село Пески брали пять раз? У села Пески появился серьезный конкурент. Поселок опытное. О том, что он взят, российская пропаганда уже сообщила четыре раза. 13 октября, 12 ноября, 15 ноября, 18 ноября. А у знаменитой Чернобаевки на Херсонщине, которую разбирывали, по-моему, раз 15, но упорные, бестолковые, правда, российские военные, свозили в очередной раз туда технику. Вот у Чернобаевки появился конкурент Чаплинка. Туда тоже раз за разом привозят технику и мобиков. И раз за разом их уничтожают. Ни командованию, ни Путлеру, вы, могилизованные, не важны. Нужно будет уничтожить миллион, уничтожат. Главное, что вы сами на это соглашаетесь. Говорят, что в окружении Путлера появились здравые мысли. Иногда проскакивают, особенно после сдачи Херсона пришло понимание. И начали рассуждать, войну мы проиграли и готовимся к капитуляции. К сожалению, население на территории никогда не думало, не принимало собственных решений. Всегда преклонялось перед властью. И поэтому скорейшее окончание войны зависит только от окружения Путлера. Если найдется табакерка в нужное время, в нужный момент. И вот когда очередной царь разрешит говорить что-то против власти, вот тогда население возбудится. В общем, подытожу. В любом случае, победа Украины не за горами. В любом случае она состоится. Подписчиков попрошу ставить лайки, делиться видео. Ну а кто не подписался, подписывайтесь. Всем добрым и хорошим людям мирного неба над головой. А за путинцем, населением, желаю все-таки начать думать. Все в этой жизни зависит только от самого себя. И ни от какого Путлера. Начните это понимать. По моему мнению, самое страшное, что сейчас происходит, ну кроме войны, конечно, и убийств, зверств фашистской армии, это то, что население территории лишает разума своих детей, внуков. Как вот эта актриса, которая рассказывает, что нужно готовить детей к войне. Нет, не к жизни, а к войне. Это что происходит с людьми, объясните мне. Ну еще раз, подписывайтесь, делитесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Всем всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok